МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы уйдем в более глубокое прошлое. Нельзя сказать, что какой-то юбилей намечается со дня рождения человека, о котором я буду рассказывать, потому что никто не знает точную дату его рождения. Он родился в 1682, в 1382, а может быть в 1381 году. Точной даты неизвестно, но это 600 с лишним лет. Это то время, когда наш город, Выборг, получил права, наконец, городские. Он и раньше назывался городом, но права города получил от этого человека. Король Эрик Померанский. Расскажу то, что известно о его личности, о его судьбе, которая больше всего напоминает приключенческий, авантюрный роман. И, наверное, у всех возникнут какие-то идеи почти фантастического будущего, которое могло было быть и в нашем городе, и вообще на нашей земле, если бы история не шутила так весело или горько. В большинстве случаев человек предполагает, располагают совсем другие силы. Итак, король Эрик Померанский. Эта фотография была уже мной показана. Когда я в конце прошлого года рассказывал о городе Виборге в Дании, на полуострове Ютландия, где неподалеку от собора, самой большой в мире гранитной церкви, стоит статуя, изображающая двух исторических персонажей. Это юный, собственно говоря, ему было 7 лет, когда его призвали к правлению, юный герцог Богуслав Вартиславович, из рода герцогов Мекленбургских, династии Грайфенов. Славянин, который стал во главе скандинавских королевств, был первым монархом объединенной державы всех скандинавских стран. Королем Дании, Швеции, Норвегии. Именно в таком качестве он когда-то прибыл в наш город, чтобы даровать 19 августа 1403 года Выборгу права торгового города. И в этот момент, когда король был здесь, в нашем городе, над башней Святого Олафа, в нашем Выборгском замке, развивался флаг именно короля Эрика Померанского. Конечно, флаг не сохранился в оригинале, но сохранились его две копии. Одну из них я видел своими глазами. И Вы тоже можете увидеть, когда поедете в Данию и доберетесь до небольшого городка к западу от Копенгагена, в замке Фридриксборга, Вы увидите в музее огромное полотнище, тоже древнее, вышитая копия того флага, который развивался когда-то в нашем городе на башне замка. Он разделен на четыре части, и там гербы всех государств Швеции, Дании, Норвегии, и личный померанский герр этого короля, который имел разную нумерацию. Мы назнаем его как Эрика XIII, короля Швеции. Но в Дании он был королем Эриком VII, в Норвегии королем Эриком III, а вообще-то он был Эрик I померанский, герцог померания Эрик I. На самом деле он понятия не имел, что он Эрик XIII. Это вообще-то историки уже нового времени вычислили назад на его нумерацию, потому что Эрик XIV, увлеченный романтикой древних династий, он сам себе придумал номер XIV. Вообще никто не знает, сколько этих Эриков было в Швеции точно. И поэтому предыдущий Эрик, будем считать, что он XIII. Сам он просто был Эрик Аф померн, а от рождения получил славянское имя Богуслав, или Богислав, пишут его так историки. Но вообще по-польски Богуслав, славянское имя, Богуслав или Богуслав, славящий Бога. Он родился в славянской династии. И поэтому как-то интересно, что во главе скандинавских стран стоял в Словении. Итак, почему этот мальчик стал королем такой огромной державы? Я расскажу его биографию, но, конечно, придется рассказать, наверное, о тех людях, которые его окружали, которые он вступал в конфликты, например, или о тех, кто его опекал. Его опекала вот эта дама, эта красавица, которая приходилась ему двоюродной бабушкой или внучатной теткой. Вообще, в словаре Ожегова внучатой, внучатной равноправно. Будем называть ее двоюродной бабушкой или внучатной теткой. Это королева, но на самом деле не королева, дама называли ее, дама севера, великая властительница, дама севера, потому что она была действительно великим человеком, она захотела удержать власть и удержала ее, хотя-то вообще судьба была против нее. У нее то умер отец, то умер муж, то умер сын, она должна была лишиться власти и уйти на покой монастырь, но она очень хотела царствовать. Помните, как Юрский читает кусочек из Зощенко про Екатерину II? А я еще сама интересуюсь царствовать. Вот королева Маргарета или властительница, дама севера, интересовалась царствовать, и когда уже все родственники ее скончались, она поискала и нашла своего довольно дальнего родственника, внука своей сестры, и пригласила ее в Швецию. Например, как пишет стихотворная хроника шведская, хроника Карла, «И с помирания и правей державой юного она призвала Богуслава, сошел господин на датский берег и стал прозываться именем Эрик». Вообще-то она, хроника Карла, не переведена, кажется, на русский язык, но это я перевел просто по финскому подсрочнику кусочек. Он получил имене Эрик и был коронавом сначала королем Норвегии, потом королем Дании, потом королем Швеции и возглавил Кальмерскую унию в единое государство, огромное. Это был такой период его правления. Покажу вам карту, чтобы представить, какой огромный регион попал ему под управление. Вы видите, выделенное черным цветом. Это только владение в Европе, а если в континентальной Европе, а если подняться до север, в подчинение датским монархам тогда входили и Исландия, и Фарерские острова, и Гренландия, вся Норвегия, Швеция, весь из Финляндии, Дания, остров Готланд, Эстляндия, Шлезвик, и территория Мекленбурга, Мекленбург, Померания, то есть нынешняя Северная Польша. Видите, какая огромная страна. Конечно, бабушка не давала двоюродному внуку особенно самостоятельно править, пока он молодой. Она его опекала всячески, как бабушки опекают внуков, и, например, она ему давала строгие инструкции, как относиться к печатям на документе, как их подворачивать и приклеивать сургучом. Он всегда был окружен инструкциями бабушкиными, так что ему приходилось справить под строгим контролем. Ну, наверное, это пошло на пользу какое-то время, а потом уже начались его собственные приключения и невзгоды. Во всяком случае, по этой карте мы увидим, и можем представить себе, какая у него была мечта. Балтийское море стало почти что внутренним морем для этой гигантской державы Северной. Поэтому я назвал когда-то статью ровно 10 лет назад о нем. Король Севера пират Балтики. Потому что судьба его была настолько прихотлива и авантюрна, что однажды он предпочел карьеру пирата вместо карьеры короля. Но к этому я перейду, рассказав, как развивались события. Но, представляете, оставалось только присоединить еще территорию Польши разгромить Тевтонский орден или купить у него земли в Прибалтике. И Балтийское море стало бы внутренним озером. Вся эта держава гигантская Пух-Йола, какая-то северная страна, если бы иначе пошли события, могла бы изменить всю картину истории Европы. Но для начала расскажу о том, откуда он происходил, кто были его родичи и почему он стал королем. Прежде всего, его матушка, королева Маргарета Первая. Я рассказывал вам недавно о нынешней королеве Дании Маргареты Второй. Маргарета Первая, вот эта самая дама Севера, была дочерью могучего датского короля Вальдемара Атердага. Атердаг это означает снова день. У них такие интересные прозвища у датских королей. Вальдемар Четвертый Атердаг, он очень много завоевал земель, починил Готланд, вообще был суровым и жестоким королем, довольно успешным в своих военных действиях, и он завоевал в частности Готланд, строил там грабеж города Висбюр, столицы Готланд, так что вот одна из картин датского художника вы видите как жители Бюргери Висбюр несут драгоценности, золото в сундуки, которые солдаты Вальдемара Атердага собирают с них, при этом вообще-то почти все мужское население, половина мужского населения острова была убита в этих войнах, а горожане, которых не защитили стены города, они были ограблены, но тем не менее город остался могучим, все равно окруженным стенами, и там стоял замок Висбург, который принадлежал лично Эрику Померанскому, ну вот внуку, значит, Вальдемара Атердага, на этой картине мы видим грабеж на Готланде, а сам остров вы, наверное, представляете, но чтобы представили точнее, покажу вам такую карту, видите, Швеция, и вот этот остров, самый большой остров Балтийского моря, это остров Готланд, там живут Готландцы, они то ли шведы, то ли датчане, когда-то прежнее население острова Готы, они когда говорили на древнегутнийском языке, германском языке, который уже вымер, ну и сейчас говорят на тоже на особом диалекте, и так остров Готланд, кстати, принадлежавший России некоторое время, знаете ли вы об этом? Любопытно всегда открывать такие странички истории, несколько недель Готланд был под властью в России, русские войска командования адмирала Бодийску захватили Готланд в период последней русско-шведской войны, и там в общем неплохо проводили время, там не было никаких военных стычек, и они там в основном русские офицеры танцевали на всяких балах, и в общем Готландцы с удовольствием вспоминают пребывание русских, которые потом оттуда мирно ушли. Так, Эрик, такой очень эффектный король, который, вообще говоря, не знаю, почему на портрете темные волосы, писали о нем историки, что он был светловолосый, высокий, отличный наездник, который вскакивал на коня, восхищались им дамы, горожанки, наверное, и Выборге тоже, когда он здесь зачитывал указ о присвоении городу прав. Здесь он уже, наверное, озабоченный, уже не очень молодой. Всякие заботы на него налегли потом, в которых, может быть, он и сам был виноват. Вот его герб, он сохранился, сохранилась его печать с гербом. Видите, вот это символ Норвегии, три короны, это символ Кальмарской Унии или Швеции. Здесь лев Дании, другой геральдический лев, это символ Померании, то есть личный герб Эрика, а сам по себе крест означает общий символ скандинавов или символ Дании. А родился он в городе с немецким названием Рюгенвальде, но поскольку немцев там нет, сейчас поляки, на карте мы найдем его под названием Дарлова. Дарлова произносят поляки, это нынешний город, кажется, западно-померанского воеводства, городок, там сохранилась церковь Святой Марии, где Эрик похоронен. Он где-то там родился, во дворце герцогов померанских, герцогов Мекленбурга Померании. Вам знакомо слово Мекленбург, название Мекленбург? Тут это территория Северной Польши нынешней. Примерно вот такая вся территория, вся Северная Польша. Это Мекленбург и Померания. Ото время единое государство, потом разбитое на части, на отдельные герцогства, то было Померание, то Померание, еще с каким-то центром, несколько разных герцогов, они сливались, разбивались, но в принципе это все слова-то нам понятные. Это славянские названия. Немецкое Поннерн, а видно же русское Поморге, славянское Поморге, Поморгский, по-польски. Это Поморье, Померание. А Мекленбург от Микель, это древнее слово, означающее великий, большой. Микло, Микельгард, большой город, Велеград, может быть, в сказках и летописах Велеград или Микельгард, отсюда Мекленбург. Вот еще Константинополь называли скандинавы Миклогардом. Это просто большой город. То есть это места, где жили славянские племена. Помните, как они назывались? Вообще-то племен славянских очень много, но они входили в единое племенное объединение, которое называлось Бодричи или Ободриты. Бодрии, воины были, и которые сопротивлялись немецкой инвазии, нашествия немцев на восток, но в конце концов немцами были разбиты, завоеваны и онемечены, хотя сохранили славянскую кровь и славянские имена и топонимы, названия местностей, речек, городков узнаются там славянские. Когда там славяне появились, тут споры есть. Некоторые считают, что трактуют археологические находки так, что славяне появились чуть ли не после отступления ледника, то есть 10 тысяч лет назад. Но это трудно поверить. Исторические свидетельства о славянах в тех местах с 6-7 века возможно они пришли с юга с Адриатики из района нынешней Словении и поселившись на берегах Балтийского моря в общем использовали для себя название Венды или Венты Венеды отсюда первые контакты финно-угров со славянами привели к тому, что чуть эстонцы нынешние стали называть славян Вене а финно-угры Веналяйнем Веная Россия это Венеды первые славяне с которыми столкнулись древние финно-угры населявшие скандинавское земли и земли нынешней Финляндии и так племена Абадритов во главе сопротивления немцам был такой полумифический князь хотя ему памятники стоят но вообще-то неизвестно было на самом деле нет князь Никлос который сопротивлялся успешно отбивал нашествие немцев но был разбит и был убит потом а его сын уже предпочел не гибнуть а признать себя вассалом немецкого императора Генриха Льва и Генрих Лев сохранил княжеское достоинство княжеский титул и так возник славянский род князей которые продолжали править своими в прошлом славянскими землями но входили в подчинение германскому императору их символом этих славянских князей был почему-то гриф птица гриф граев по-немецки и поэтому династия этих славянских князей называлась иногда граев или граев или гриф вот это из этой династии происходил отец богуслова его звали Вратислав или Вартислав пишут седьмой их было много этих князей запомнить их невозможно но Вартислав седьмой его отец из этой династии славянских князей женился на немецкой отцу принцессе которая была внучкой датского короля Вальдемара вот этого жестокого короля Вальдемара 4-го Актердага так возникла эта династия значит славянские земли северной Польши и наверное отсюда мечта Эрика Померанского о том чтобы Польша принадлежала ему вот еще покажу замечательную картинку Эрика Померанского здесь он совсем какой-то некрасивый но с другой стороны более аутентичный более какой-то средневековый и так его короновали короновали сначала сначала признали королем норвежцы это было в городе Тронхейме потом короновали в городе Вибарге о котором я вам рассказывал подробно в Дании и наконец признали королем шведским он произнес традиционную клятву на лугах мора вот когда-то по дороге в Норвендию проезжали камни на лугах мора около придороги вот отец эрик Померанский был вынужден произнести клятву как все шведские короли ну вот похожество по этой картинке можно поверить что был таким когда прибыл Выборг но сначала о том какие планы в отношении его и дала его воюет и бабушка покажу вам собор который сам еще не видел это моя мечта когда-то добраться наконец до норвежского города Тронхейма может быть кто-то из вас был нет мне не повезло там имеется Недорожский собор 12 века он много раз перестраивался даже уже в нынешнем веке но вот он в таком виде древний Недорожский собор в Тронхейме это место коронации норвежских королей и когда-то он наверное по-другому еще выглядел там был признан признан королем и этот славянский княжич Багуслав под именем Эрика Третьего норвежского норвежским королем дело в том что Маргарита могла считать себя несчастной ее муж король умер а потом остался ее сын Улов который был признан королем она правила фактически при сыне короля правительницы и сын заболел и умер и она вообще осталась бы без всякого права царствовать но вот какая мудрая Маргарита тем более такая очень хозяйственная властительница она призвала своего внучатого племянника на царство и продолжала при нем править при этом кстати в Дании произошли большие изменения в стране Дания богатела это была мощная держава столица Дании в то время город Роскилле там вот вы видели музей кораблей Дикингерского времени там в соборе в Роскилле была погребена Мария Федоровна русская императрица до перезахоронения Петропавловской крепости и вот там кстати там похоронена Маргарита первая в этой в этом соборе в Роскилле ее саркофаг Маргарита первая вот видите женщина великая властительница дама севера в Роскиллском соборе но для столицы он все таки был далеко от моря и именно при Маргарите началось а при Эрике Померанском уже Копенгаген стал фактической столицей потом при его преемниках столица Дании была перенесена в Копенгаген а вообще в Дании было мало крупных городов собственно один из самых старых был Виборг именно там он получил корону датскую на свою голову и успешно развивал также городок Хельсингер или замок Эльсино так что Дания стала могучей державой картины изображающая Маргарите которая смотрит на борские суда и наверное гордится своим мощным датским флотом а главное же собрались представители дворянства всех трех скандинавских государств Наргегии Швеции и Дании в городке Кальмар и там стоит великолепный конечно уже перестроенный слегка но часть стен и башен осталась древних наверное вот эта низкая башня еще помнит Эрика Померанского это в этом городке Кальмаре была провозглашена уния личная уния всех трех государств раз Маргарета первая была наследницей всех королей Дании Норвегии и Швеции ее сын был и муж королем Норвегии и сын был королем Норвегии отец был королем Дании а она была кажется внучкой короля Магнуса шведского так что это все получилось в единых руках и вот Кальмар когда поедете путешествовать по Швеции и Дании в городке Кальмар возникло это государство мы знаем его как Кальмарская уния и может быть мало кто понимает что это такое вот по карте вы видели какая гигантская держава севера возникла и молодой король который значит родился в 1382 году в 24 года обрет супругу это ему бабушка нашла которой правда было всего 13 лет это была принцесса Филиппа английская дочка короля Генриха четвертого помните все пьесы Шекспира у него есть Генрих четвертый и Генрих пятый как раз в этих королях и в Ричарде второму он описывает Генриха четвертого это основатель династии Ланкастеров и Плантагенетов Генрих четвертый Плантагенет первый Ланкастер это как раз воины Алые и Белые Розы потом начнутся между Ланкастерами и Йорками вот первый Ланкастер Генрих четвертый имел сына принца Уэльского и дочку и он сам хотел английский король он предложил женить своего сына принца Уэльского на Катарине Померанской сестре Эрика а дочку Филиппу выдать замуж за Эрика тогда он привязал эту державу севера Данию к Англии и Дания была бы полностью в русле английской политики фактически это было бы политическое обеднение Англии и Дании но между прочим в истории такое было это вспомните те времена если помните истории когда вообще-то вся Англия была завоевана датчанами и королем Англии стал датский король Канут или Кнут Великий вся Англия была под датчанами датчане правили Англии Великий король Канут он был действительно властителем всего севера но это было трудно тем более при его преемниках государство это распалось при преемниках Кнута Великого но связи Дании и Англии были очень прочными если вы знаете в Англии было долгое время и кажется даже сейчас упоминается как особая область область датского права где поселились датчане и в общем особенности законопроизводства там такие датские были область датского права данный лоу кажется это район нынешний Плост где провинция Кент графство Кент там жили в основном потомки датчан и вообще говоря часть нынешних англичан потомки данов а вообще говоря еще точнее если вспомнить более давние времена кто такие англы англосаксы которые забоевали Англию откуда они взялись это я немножко уклоняюсь в сторону и просто чтобы пояснить слово Англия что такое англ по-английски все знают это угол протарайте карту давайте я вам слово покажу карту вы сами сообразите что такое Англия видите угол между полуостровом Ютландия и побережьем Фрисландии вот здесь жили Фризы здесь жили Юты Юты и Даны Даны Юты Фризы а вот южнее здесь не находя славянских земель жили Саксы и вот все они Даны Юты Саксы и Фризы двинулись Англия так что отсюда возникли условно Англосаксы и Англы прежде всего жители из этого угла вот из этого уголка Европы были завоеватели Британии Англы и так связи Англии и Дании были древними историческими очень важными но королева Маргарита не даром была мудрой правительницей да это видно и по этой картине очень такая мудрая она сразу поняла что Англия хочет втянуть Данию в свои совершенно ненужные датчанам войны Англия в это время вела войну очень-очень длинную ну-ка вспомните какая война была длинная-длинная самая длинная 100-летняя 100-летняя война и в общем Дания была бы ввязана в эту 100-летнюю войну Маргарита это поняла и вовсе не захотела такого исхода поэтому отказалась от брака Катарины сестры Эрика с принцем Уэльским вот но Эрику все-таки принцессу Филиппу один из датских дворян привез и была торжественная со всякими иллюминациями попойками отпразднована свадьба это было в городе Лунде но это я сам снимал это Лунский собор красивейший город очаровательный в южной Швеции город Лунд и вот древний собор центр Лунской епархии вот там когда-то состоялось бракосочетание Эрика Померанского и принцессы Филиппа английский к сожалению брак оказался бездетным и вот это было 14 лет было 13 даже 13 лет ну раньше если вспомните сколько лет было ранее в Джульетте вас не будет это удивляться вот на этой карте видно как раз территория государства Камберской Унии огромная Гренландия которая правда в период потепления там было очень неплохо жить и заниматься скотоводством потом похолодал климат и уже люди ушли из Гренландии Исландия зеленая страна видите Норвегия и вот часть Финляндии вот здесь где-то наш выбор это восточная конечность государства и туда-то Эрику предстояло прийти в конце Эриксгаата есть такое понятие в истории Швеции Эриксгаата это дорога улица путь по сути это путь Эрика как будто Эрик это вообще любой король но даже король носящий другое имя все равно по традиции считается что он совершает Эриксгаата путь Эрика то есть пройти все крупные города своего королевства и самая восточная точка этого королевства был Выборг вот поэтому он сюда прибыл в 1403 году при этом он еще был послушным послушным мальчиком предвоюродной бабушке она им командовала и указывала так что вообще говоря мы не знаем в честь кого произносили тут тосты здравицы и может быть указы но указ был от имени все-таки короля Эрика он был официальным королем властителем этой державы описано посещение Выборга в разных исторических книгах а также и в художественных по крайней мере мне известна одна из них и я в настоящий момент пытаюсь перевести на русский язык но не закончил этот перевод пьесу которая называется Вечный Выборг по-фински написал ее Арни Крун потомок знаменитой семьи Крона по которому я рассказывал уже конечно десятки раз Арни Крун его надо предначить по-шведски через У потому что он потомок не Юлиуса Крона моего основателя моей школы жителя Кейскеля Подберезья а его младшего брата Леопольда если Юлиус был феноманом сторонником финского языка он собственно заставил насадить насадил повсюду финский язык его младший брат Леопольд был свекоманом предпочитал шведский язык поэтому при встрече с потом этой семьи мне надо всегда знать из какой они ветви если от Юлиуса идут тогда Круны если от Леопольда тогда Круны вот Арни потом Крунов он замечательный добрейший мудрый человек у него к сожалению был долго тяжело болен и вот несколько месяцев назад скончался он когда подарил немного книг но вот эта книга содержит пьесу из семи действий второе действие посвящено как раз прибытию в наш город короля Эрика Померанского 1403 год вообще говоря с юмором написано тут сначала всякие дворяне которых Эрик естественно выгнал отсюда которые до него были жалуются на жизнь а потом сам Эрик тут веселится и спорит с разными священниками которые здесь в Выберге слишком много власти захотели я своими словами перескажу это конечно автор пьесы придумал но может быть так и было на самом деле тут встреча Эрика 14 Эрика Померанского с приором доминиканского монастыря нашего монастыря черных братьев приор Элори он говорит что вот сплошная ересь еретики тут всякие восточные обряды соблюдают это же язычники называют себя православными но они нуждаются в настоящем крещении огнем и мечом и второй представитель монах представитель францисканского монастыря Клеменс Рогвальди тоже говорит да мы значит будем преследовать еретиков выводить на чистую воду и тогда согласно драматургу этому король Эрик говорит да нет тут никаких еретиков вы только костры не устраиваете не обвиняйте невиновных и потом потом говорит сопровождающему рыцарю Торду Бунде рыцарь Торд пойдем отсюда выпьем лучше хорошего местного пива не люблю уф не люблю этих поповцев с их поповскими нравоучениями так что так или было или иначе но наверное выборское пиво ему понравилось а может у него с собой вино было хорошее он был в веселом хорошем настроении и зачитал указ ну наверное герои зачитывали указ он собрал дворян в замке а герои зачитывали указ где мы не знаем но можно предположить что наверное около Выборгской центра города Выборга не в замке ибо замок то был сам по себе а надо было дать торговые права бюргерам горожанам где они могли наш город представлять около ратуши ратуши не могло быть пока это не было объявлено городом но место где они собирались бюргеры Выборга скорее всего это примерно там где нынешнее ну вот бюро путешествий экскурсий по улице старожевой башни вверх или если смотреть от маленького средневекового дома который называют фишкой для игры в кости вверх в горку там было на самой вершине холма где сейчас дом по улице старожевой башни там во дворе этого дома еще лет двадцать назад сохранялись камни во дворе старые их потом кто-то увез и там сейчас ничего не осталось это остатки выборгской ратуши которая была именно на самой высокой точке города на холме и вероятно это был такой священный сакральный центр Выборга на одной из карт один энтузиаст финский даже нашел такое обозначение ум по латыни умбо вибургенсис умбо по латыни это пупок то есть пуп Выборга пупок Выборга вот он пуп земли нашей выборгской вот там и возникла потом ратуша может быть герольды там со скалы и провозглашали права города что такое права города это сейчас мы думаем это что-то условное но вообще говоря когда король своей власти добивается он требует и соблюдения обязанностей а если нарушишь превысишь свои права получишь жестокое наказание а знаете чтобы было совершенно запрещено и недоступно если нет прав города торговать это нам так странно но вообще говоря торговую сделку совершать за пределами города за городской стеной это уже получить конфискацию имущества а то и колодки а то и смертную казнь это даже уже позднее примерно скажем в веке в начале 17 века купец Сеземан попробовал купить деготь не в городе а прямо у крестьян на побережье Выборгского залива где-то в районе нынешнего Кондратьева и об этом донесли стало известно и он получил огромные штрафы наказания нельзя за пределами города совершать сделки а все сделки торговые только в городе и все облагаются пошлиной то есть налогом так что если нет прав города значит никакие бюргеры не могут торговать и купцами быть не могут чтобы развиваться этому городу нужно получить права чёпинга чёпа по-шведски покупать немецкое кауфен поэтому чёпинг это торговое местечко получил права чёпинга тогда можешь торговать вот кто был в Швеции помнишь там сплошные городки Ньючёпинг Нордчёпинг Эстерчёпинг Линчёпинг Йончёпинг и так далее это всё местечки торговые а наш город стал чёпингом и получил такие же права как город Упсала вы знаете что Упсала это древняя столица Швеции к северу Стокгольма там где знаменитый Упсальский собор и вот такие же права как великая древняя Упсала резиденция шведских королей получил наш маленький выбор вот он и стал развиваться стал богатым и знаменитым городом благодаря Эрику Померанскому который в конце своей Эрик Ската дал права Выборгу так что мы его должны вспоминать с симпатией я почему им честно говоря заинтересовался как раз в 2003 году прочитал статью одной журналистки в газете Выборг которая писала так что стоит ли нам праздновать этот день присвоение торговых прав Выборгу 19 августа как раз 600 лет и намечалось нет это какой-то никому неизвестный и неинтересный король Эрик Померанский когда давайте лучше праздновать другую дату связанную с нашим любимым царем Петром Первым по-моему отношение к монархам может быть всегда очень разным надо признавать что они делали достойное но и помнить ошибки и преступления у Петра Первого и ошибок и преступлений тоже было полно так что относиться к нему можно очень по-разному и несмотря на то что безусловно завоевание Выборга это его деяние Петра Первого но это совсем не связано с городом нашим с древней историей так что мне кажется правильно выбрана 19 августа 1403 года как опорная точка наш город стал центром торговли на Балтийском море и гонзейские купцы стали его посещать часто но чуть ли не были годы когда 300 судов приходило выбор сходу за навигацию так что главными потом статьями экспорта были уже деготь и потом пеньковые канаты которые у нас производили в Выборге ну торговля конечно бы имела какие-то подъемы и упадки но вот когда будете проходить в сторону крепостного моста к замку помните что надо всегда поклониться статуям покровительниц нашего города там торговля и промышленность две статуи неизвестного скульптора стоят неизвестно потому что в Германии были куплены неизвестно кто их извоял до сих пор так и не выяснено но главное что это как бы покровительницы нимфы нашего города так что Эрик Померанский это сыграл такую роль в нашем городе ну а дальнейшая судьба его была прихотливой во-первых он конечно ввязался в совершенно ненужные войны то есть мы не знаем нужные или ненужные важно что его очень хотелось завершить завоевание Валтийского побережья и он начал его вот с этой территории с юга Дании с северной Германии это провинция Шлезгий Гольштейн Гольштейн по русски говорим Голштин Голштейн главное что Голштинский граф не поддался на все дипломатические попытки Эрика Эрик надавил его на него военной угрозой да не тут то было Голштинскому графу стали помогать гонзейские города Гамбург Дремен Любек ну а уже Эрику против них было трудно сопротивляться поэтому он ввязался в долгие войны которые были не очень удачные так что даже уже завоеванные земли частично потерял а главное что ему пришлось для того чтобы вести эту войну затяжную поднять налоги а налоги поднимать для этого нужно большое производство сначала это все хорошо а потом когда гонзейские города стали воевать с Эриком то и торговля почти прекратилась они стали покупать у шведов ту же руну железную или лес и в результате обнищали бонды то есть шведские крестьяне некому было продавать эту руду им хотелось прекращения войны но не удавалось и в результате этого поднятия налогов обеднения крестьянства то норвежские бонды подняли восстание то шведские в швеции это был даже предводитель бондов то есть крестьянин первоначально Энгельбрект Энгельбректсон который поднял восстание Энгельбрект Энгельбректсон хотел договориться с королем Эриком о том чтобы уменьшить пошлины позволить торговлю но не удалось договориться и он возглавил восстание крестьянское а потом к нему присоединились дворяне во главе с одним человеком связанным с Выборгом я может быть когда-нибудь о нем отдельно расскажу но сейчас хочется по крайней мере упомянуть это наш можно сказать король он не был королем Выборга естественно но он был из Выборга Карл Кнут Сонбун который стал шведским королем под именем Карла Восьмого он был блестящим наместником Выборгского замка это при нем на острове Выборгского замка были пруды с золотыми рыбками там балы давались там была блестящая придворная жизнь и Выборг был блестящим культурным городом шведского королевства при Карле Кнут Выборг из Стокгольма направляли молодежь чтобы она научилась танцевать обучилась придворному этикету и правильным манерам Стокгольм дикий город а Выборг это была культурная столица ну это было сколько 8 лет продолжалось недолго а потом вдруг он получает сведения что можно захватить престол Швеции и на судах из Выборга он отправился в Стокгольм и стал добиваться власти он стал королем его конечно трижды свергали он снова возвращался снова становился королем так что тоже судьба прихотливая но в целом он тесно связан с нашим Выборгом так что когда будете в Стокгольме сходите обязательно на рыцарский остров там где ажурный чугунный шпиль на рыцарском острове где францисканский монастырь и там его усыпальница он такой курносый на этой картинке он вообще такой совершенно правильный а на самом деле он был такой курносый на других изображениях и браморная его саркофаг тоже он такой курносый он находится в этой рыцарской церкви в Стокгольме усыпальница нашего выборгского короля Карла Кнутсона вот он фактически стал противником Эрика Померанского а Эрик Померанский умер в 1459 году то есть жил довольно долго но карьеру короля как я шутил он сменил на другую и вот для этого сначала должен рассказать о том кто такие были Виталы или Витальеры или Виталии их называют но лучше всего назвать Витальеры по аналогии со словом Флибустьеры это Флибустьеры Балтики это слово в финском языке его нет в словарях но как раз я удивлялся разговор двух дворян в Выборге когда три был Эрик Померанский два дворянина горюют что он лишил должности один Эрингисли Нильсон на Токда он он как раз был здесь главой Выборгского замка а другой на месте Карл Ульфсон Спарре хвалит его вот ты могучий военачальник ты разбил Виталиев я еще искал в словарях думаю какие Виталии каких Виталиев он разбил это оказывается пираты это пираты Балтики того времени они образовались когда-то каперы которые то есть получали патент разрешение от короля грабить суда тех стран с которыми государство находится в войне но грабить торговые суда чисто пиратские почти что с веселым Роджером на флаге захватывать и грабить и оказывается они долго хозяйствовали на Балтийском море и базой их были часто острова особенно остров Готланд и вот когда Соединенные силы Энгельбректа Энгельбректсена и Карла Кнудцина Бунде который тогда не был королем а только маршалом Марском Швеции они разбили войска Эрика Померанского что ему оставалось делать он конечно мог уйти в монастырь или просидеть в тюрьме остаток жизни но вместо этого он взял и отплыл на остров Готланд а остров то трудно взять с земли тем более там такие мощные стены и остров довольно богатый и там у него у Эрика был в личной собственности замок Вейсберг в нынешнем Вейсберг и там 10 лет бывший король Эрик делал карьеру пирата он стал витальером фактически он возглавил пиратскую республику как какой-нибудь Мадагаскар или если вспоминать Стивенсона остров сокровищ Готланд он превратил в пиратскую республику управлял пиратскими кораблями которых направлял грабить всех кто проплывал мимо будь сюда это гонзейские любэкские будь это какие-нибудь польские или датские норвежские английские новгородские всех грабил то есть это бывший король стал пиратом который успешно целых 10 лет продержался на Готланде хотя на него постоянно нападали и датский и шведский флот и ничего не могли сделать так что бывший король бывший славянин бывший принц княжич который стал главой огромного великого государства а потом пиратом на обитаемом острове Готланд это но конечно вечно продолжаться не могло все-таки Готланд не такой большой да а жена у него умерла вот кстати здесь трогательное изображение оно находится в национальном историческом музее Копенгагена а найдено было на Фарерских островах на Фарерских островах в таком маленьком городке Киркебеуэре это знаете спинка деревянного стула деревянного кресла или трона видите узнаваемо три короны Кальмарской унии лев фолькунгов померанский зверь и вот Эрик Померанский в его объятиях принцесса Филиппа дочь Генриха четвертого английского вот это единственное подлинное очень древнее изображение норвежской работы почему ему собственно пришлось стать пиратом и удалиться на Готланд мы видим что вот здесь владение его отца потом брата Мартиславши седьмой это отец потом его брат правил и сам Эрик потом носил титул Эрик первый герцог померания он частью померания правил ему оставалось присоединить всю Польшу Тевтонский орден был достаточно слаб который владел Ливонией и Эстляндии Эстляндия была собственностью датчат осталось только вытеснить Тевтонский орден и все было его вся балтийская торговля была бы замкнута Гонза подчинилась бы Эрику и для этого он придумал план который не сработал историческая шутка не привела нас к такой альтернативе знаете есть такой жанр альтернативной истории вот если вы просто представите что планы Эрика сбылись как он это думал сделать он нашел своего родственника племянника с таким же именем Богуслав которому придумал брак с принцессой Хедвигой польской если бы его племянник Поберанский женился на принцессе польской то вся Польша перешла бы к нему в преданное и тогда сопротивляться Эрику не мог бы никто этот брак конечно многие были против понимая все его замыслы но его одобрил этот брак вообще-то император Германии который покровительствовал Эрику я про него немножко расскажу потому что эта фигура у нас может быть и неизвестна король Сигизмунд или по-венгерски и Жигмунд вообще-то он венгерский король и прижился в Венгрии из династии Люксембургов последний из династии Люксембургов Сигизмунд Люксембургский король Венгрии а последствия император Священной Римской империи то есть всех германцев он был могучим королем и потом стал императором так что он одобрил этот брак и присоединение Польши к владениям померанских герцогов и датского короля одна семья стала бы владеть всем и что же происходит простуда простуда и какое-то заболевание простужается принцесса Хедвига и внезапно перед свадьбой умирает свадьба расстроена Польша не попадает уже во все эти планы короля и наоборот становится врагом ожидаются войны с поляками Тевтонский орден укрепляется и Эрик понял что ничего не удастся так что вот он и взгляделся с витальерами и стал с острова Готланд грабить все суда это последнее собственно место и последний город в северной Европе который полностью окружен стенами вот был еще наш город выбор но вы знаете наши жители так поспешили быстренько исти разобрали на камни настрой материал что останалось только чуть-чуть одна башня и один бастион а вот здесь на Готланде еще сохранились стены там он был фактически главой пиратов и что же прихожу к концу его жизни ему грожала конечно гибель в этих абордажных боях в этом замке когда его осаждали датский и норвежский и шведский флот нет норвежский извините не осаждал его норвежцы хотели по прежнему оставить королем они его долго признавали своим королем но как он не хотел отправиться в норвегию и стать королем одной норвегии после того как правил такой огромной великой державой а норвегия признавала его номинально своим королем а вот датчане и шведы избрали другого короля племянника Эрика короля Кристофера Баварского он был сыном баварского герцога и Катарины той самой его сестры Эрика единственной которая должна была выйти за английского принца уэльского но вышла за немца и вот племянник Кристофер Баварский стал королем и воевал со своим дядей Эриком ну так воевал но в общем довольно мирно не слишком жестоко по крайней мере он все пытался отвоевать остров Готлот у своего дяди ну и тогда Эрик который досадил шведов досадил датчанам последний раз датчане хотели завоевать и шведы и вот датский флот осадил уже остров Готланд блокада и тогда Эрик устроил последнюю кагерзу против своих датчан которые его предали и отказались от него он прямо перед самым носом датского флота вызвал представителя шведов и отписал в дар остров Готланд шведам так что это был в основном датский остров и население там такое шведского языка не очень понимало могло бы быть часть Дании но Эрик передал его шведам а сам успел на корабль и отплыл на родину через Балтийское море в Польшу точнее в Миклетбург Штолька где он носил титул Эрика первого герцога Памеранского и где его помнили и любили и позволили ему еще 10 лет спокойно жить при монастыре вообще говоря он стал монахом в конец и наконец он скончался и похоронен в церкви Святой Девы Марии в городке Рюгенвальдия по-польски Дарлова и там надо бы конечно съездить очень хочется когда-нибудь посетить этот городок и поклониться его могиле кажется она разрушена церковат но место сохранилось по крайней мере такая судьба полная приключений завершилась и знаю только что в 1724 году этот саркофаг сломался почему-то мраморный саркофаг его вскрыли и со скелета покойного короля сняли с его шеи золотое украшение в виде голубя золотого голубя который отправили в Берлин в сокровищницу прусского короля вот такой король был 600 лет назад здесь в нашем городе и даровал ему торговые права и поэтому приключения 600 летней давности по-моему кажется очень сказываются вплоть до наших дней ведь все могло повернуться иначе в этой в истории и судьбы всех северных стран и судьбы Польши судьбы Прибалтики судьбы Московии были бы совершенно иными поэтому воображение наше может включить всяческие исторические альтернативы а вы теперь уже когда 19 августа будете проходить по городу то будете представлять себе что происходило когда датский флаг данный брок разделенный на четыре прямоугольника с этими львами геральтическими развивался над башней Олафа в нашем замке я помню что прошлым летом проходил по рыночной площади там конечно матросы были там какие там дети с шариками воздушными но ничего не напоминало об этой истории а ведь это так интересно как бы хотелось чтобы у нас в замке была копия того флага того знамени которое во Фредерксбурге сохранилось изготовить копию его и устроить какое-то шествие с этими великолепными дамами и господами этими пиратами 600-летней давности которые кажется заинтересовали вас и поэтому наверное вы не забудете об этих событиях так что вспомним короля по имени Эрик а в помнер короля Эрика XIII Паверанского спасибо за внимание спасибо и выможил больше никогда таких прав не будет и выможил Субтитры создавал DimaTorzok